Фото на железнодорожном пути и на фоне уличных кафе. Такие кадры собирают немало лайков в социальных сетях, а делают их на необычной улочке в Хануэ, посередине которой постоянно бегают поезда. «Это очень красиво. А то, что здесь стоят кафе и живут люди, которые каждый день видят это весьма примечательно». «Иностранные туристы очень удивлены тем, что дома стоят вдоль пути, и это не запрещено. В другом месте не увидишь семей, живущих у обочины железной дороги. Им любопытно посмотреть, как здесь течёт жизнь». Впрочем, веселье подошло к концу. Власти закрывают все кафе на этой улочке, поскольку недавно поезд был вынужден остановиться, чтобы не сбить туристов. «Я согласна с этим. И всё же люди достаточно умны, чтобы не бегать перед поездом. Я вижу, что некоторые слишком увлечены съёмкой или разговором и стоят слишком близко к дороге. Но они сознательно идут на риск». Эта узкоколейка была построена в 1902 году во времена французского колониального правления. Поезда ходят между Ханоем и Хайфоном, а также возят пассажиров и грузы в Лангшон и Лаукай. Железнодорожное сообщение довольно оживлённое. «Ситуация очень опасная, поэтому там не должно быть кафе. Если их там оставить, то нужно закрывать железную дорогу». Во Вьетнаме построены в основном узкоколейные железные дороги, но также есть участки со стандартной и совмещенной колеями. «Одинам» Продолжение следует...